Силая и то, что видим. Автором всего этого является Анатолий Дорчевницкий, который посверил всю свою жизнь изобретению транспорта. Начинается с самой его студенческой скамьи, как он только начал. Даже, может быть, и раньше. Еще, наверное, с того момента, как он в детстве собирал ракеты и запускал. Сделал такие маленькие самодельные ракетки, изобретал порох. И все это запускал в космос. И, таким образом, тяга к космосу и к транспорту у него давным-давно. То есть, тоже написано много книг, которых он автор. И сейчас, собственно, все это внедряется в жизнь. Но не буду тут уже останавливаться дополнительно. Есть противосходные системы. Ну и, в принципе, по всем параметрам транспорт Skyway, он превышает, не уступает никому. То есть, это очень такая современная технология. Ну, по линейке тоже есть у нас городские решения, есть скоростные решения, есть легкие решения для гор, и так далее, и так далее. Под каждое требование. Также имеется и контейнерная перевозка, грузовые сыпучие грузы. То есть, все, что необходимо, можно сделать, основываясь на этой технологии. Есть огромное количество патентов, наград. Больше тысячи человек сейчас работает в Минске в инженеров. Это, как бы, тоже немаловажно. И есть собственные производственные площади, собственные сборочные. До 100 штук, наверное, в год. Но сейчас тоже ведется работа над тем, чтобы расширить производительность данных цехов. То есть, чтобы можно было уже выполнять более крупные заказы, потому как в следующем году уже ожидается как минимум три. Три заказа. Это было анонсировано Анатолием Драчемницким на Экофесте. То есть, три заказа уже, как минимум, ожидается в следующем году для реализации в Объединенных Арабских Эмиратах. Вот. Это картиночка из Марьиной Горки. Тоже реальная. Ну, и по поводу, да, Эмиратов. Тоже там парк. Большая работа ведется сейчас. И вот видно уже живые фотографии, на которых катали местного шейха. Катали местное правление, которое, в принципе, одобрило и дало зеленый свет на реализацию сначала технопарка в Дубае, а потом и адресных проектов. Ну, а по их предварительным оценкам, там в том регионе может быть заказов довольно много. То есть, там на десятки миллиардов долларов. И небольшой взгляд в будущее. Вот то, как могут выглядеть современные города. То есть, это вот многоэтажные такие вот развязки, где транспорт будет ходить сверху, люди снизу. И все довольно безопасно, комфортно, удобно и, ну, современно. Будущие линейные города, которые будут образовываться вокруг транспортных артерий. Тоже это интересная тема. Вот. И тоже у нее своя, ну, своя, своя такая картинка в будущем. Ну, это сеть Транснет. То есть, все дороги, которые будут построены, могут в итоге объединиться в большую глобальную сеть, которая может быть растянута, ну, как сеть, как такая паутинка по всему миру. И просто уже потом, садясь когда-то в дальнейшем, если нам надо куда-то перебраться, допустим, из Минска, не знаю, во Владивосток, то мы берем просто наш смартфон, садимся в подвижной состав, там, ну, и в смартфон, или в кнопочке в небосе нажимаем, там, Владивосток, все. И транспортное средство само автоматически нас отводит, куда надо, потому как и искусственный интеллект, и, то есть, ну, в принципе, все автоматизировано будет уже работать. Вот, ну, таким образом, технология очень красивая, она полезная, она современная, ну, и, в принципе, решает много-много транспортных проблем. Так, ну, в принципе, по технологии здесь все. Пару слов еще можно добавить, пару слов можно добавить, что весь период, это 78-го года, был разделен на определенные этапы. Вот сейчас у нас уже этап, это этап внедрения, то есть, начиналось все с разработки, потом проектирование, строительство, демонстрация, внедрение, то есть, ну, это долгий период, то есть, иногда, то есть, как бы, технология пережила определенный период созревания, прежде чем оказаться вот сейчас уже в том виде, в котором она есть. Естественно, нужно было ей вот в какой-то подготовительной стадии. Вот, и, в принципе, все это уже подошло к тому, что мы сейчас находимся уже в преддверии 15-го этапа, у нас уже 14-го этапа подходит к концу. И у нас остается только достроить скоростное решение на 20 километров. Скорее всего, что оно будет в Беларуси, потому, ну, были варианты построить в Объединенных Арабских Эмиратах, вот, но там наткнулись на определенные сложности, такие, как и тоже дороговизна, и кадры, и, ну, и прочие моменты. Вот, у нас все это немножко попроще. Вот, люди здесь на месте, инженеры на месте. Можно, ну, так как это не какой-то шаблонный проект, а проект сложный, вот, который необходимо реализовать, ну, впервые, вот, впервые показать большую скорость, вот, ну, а скорость 500-500 км в час, 500-500 км в час, это, ну, серьезная скорость считается. И, ну, даже бывало во Франции, когда тестировали, там, местные поезда, то у них там, ну, на таких скоростях, до 500 км в час, то там у них просто, там, ну, разлетались шпалы и рельсы в разные стороны, то есть, ну, дорога просто не выдержала таких скоростей. Поэтому тут все это очень серьезно, вот, и если это будет делаться в Беларуси, все это будет, ну, надежнее и провереннее, и безопаснее. То есть, ну, вот, таким образом, цель номер один, ближайшая, это достроить 20 км высоко скоростной трассы и достроить трассу для контейнерных перевозок. Ну, контейнерные перевозки у нас в бизнес-плане не назначились отдельным пунктом, вот, но это такое веление, наверное, времени, вот, появились заказчики, которым необходимо было доставлять контейнеры. Вот, ну, и Анатолий Дорченицкий, естественно, он сказал, что да, хорошо, мы придумаем, вот, и сейчас такая трасса будет строиться, и потом в дальнейшем уже будет она коммерциализирована в Ирабских Эмиратах. С точки зрения технологии она вот есть, с точки зрения, ну, так как за любой технологией есть инженеры, которые строят, вот, и есть финансисты, которые финансируют. Здесь принимает, здесь у нас краудфандинг, краудфандинг, то есть люди, которым нравится эта идея, они могут эту идею поддержать, вот, и взамен получить, ну, краудфандинг не в смысле классическом, а краудфандинг инвестиционный, то есть и вместо колеса, допустим, или самого транспортного средства, они получают, каждый человек, который поучаствовал в финансировании, получает долю в проекте, ну, долю, которая в дальнейшем становится акцией. Вот, и, в принципе, она рассчитана на любой карман, от студента до пенсионера, от бизнесмена, то есть есть разные пакеты, вот здесь видно детский пакет, студенческий пакет, пакеты в рассрочку, пакеты разные, совершенно разные, то есть все это есть в кабинете. Ну, и, в принципе, сейчас действует еще там новогодняя акция, тоже, кому интересно, зайдете в кабинет, вот, посмотрите, есть новогоднее предложение специальное, вот, он появился буквально вчера, вот, его можно будет тоже посмотреть. Почему выгодно поддерживать? Ну, думаю, тут понятно, что технология, которая, она решает какие-то проблемы, технология, которая востребована, она, естественно, будет, ну, она будет востребована, естественно, это будет оплачиваться клиентами, это будет использоваться, то есть люди будут ездить, будут покупать билетики, и люди будут, то есть это будет приносить какой-то определенный доход. Вот, вот, ну, так как транспортная сфера, она такая, довольно, ну, монументальная, то есть ее построила, и она будет годы, годы, годы вперед, она будет финансировать, приносить дивиденды, и, ну, собственно, будет кормиться тех людей, которые, ну, поучаствовали в этом краудфандинге. Ну, естественно, наследие детям и внукам, то есть все это оформляется, юридически оформляется, так же, как покупается квартира, либо машина, все это оформляется в личном кабинете, и на это прикладываются все необходимые документы. Вот, на этом, в принципе, по технологии кратко, ну, это очень кратко, это, наверное, у меня, по сути, рекорд справился за 15 минут. Вот, ну, у нас, учитывая, что у нас люди здесь уже, я так понимаю, ну, не новички, как сказал Таня, Виктор Панасюке, судя по фамилии, тоже подозреваю, что тоже не новичок. Поэтому, ну, если есть какие-то вопросы, задавайте. Вот, и если нет вопросов, то мы продолжим тогда, наверное, уже будем слушать Олега, вот, который расскажет нам дальше про Тесла. Почему Тесла? Это интересный вариант для сравнения то, где можем оказаться мы, допустим, по сравнению с Теслой. Пока вопросов я не вижу. Пишите, Олег уже включается. Олега, с тебя слышно, но пока не видно. В прошлый раз тоже были такие проблемы, там что-то опять раскакивает. Но слышно тиховато, тиховато слышно. Да, тихо слышно, да. Не знаю. Поставьте, пожалуйста, или Виктор, или Таня, поставьте по 10-бальни, как слышно, Олега. Алексей, как меня слышно? Не очень? Ну, вроде слышно, слышно, да. Слышно, я сейчас у себя чуть-чуть добавил, только не видно. Ну, не знаю. В прошлый раз не было звука, в этот раз нету видео. Таня спрашивает, из-за короны не сорвется финансирование? Ну, корона у нас уже весь 20-й год длится, и до сих пор не сорвалось. То есть, ну, это все продолжается. Люди, многие, кстати, теряют свою работу, кто-то теряет работу. Вот, и многие переходят в онлайн, вот, ну, и в онлайне начинают искать какие-то возможности, вот, ну, и в том числе, вот, становятся нашими партнерами и начинают продвигать нашу технологию. Поэтому финансирование, оно на протяжении всего года продолжается. Может быть, оно чуть-чуть, вот сейчас мы видим, что, ну, у нас в комнате сейчас мало людей, ну, откровенно говоря. Ну, тут специфика в чем еще, может быть, что белорусы немножко уже, ну, или политическая ситуация сейчас такая, многие переживают, я знаю. Может быть, сейчас Новый год уже у нас на носу, какие-то суета, да, Таня. Будем ждать, ну, вы, можно ждать, можно активнее подключаться, то есть, рассказывать об этой технологии. Можно помогать дальше продвигать, вот, поэтому, когда участвуешь более активно, то, в принципе, ждать немножко веселее. Вот, ну, это так уже из, из опыта, вот, поэтому. Продвигайте технологию, следите, вот, много интересных. Срывается комната сильно. Ну, срывается комната сильно. Ну, да, комната... Леш, я вот поднял звук сейчас лучше, да? Да, да, сейчас намного... Ну, вот, отлично, я отношусь. Таня, немножко не понял, срывается ком сильно. Это что? Комната срывается или это... Что-то другое имели в виду. Олег, ну, тебя не видно. Я сейчас пока включу, сейчас твою презентацию. Да, это презентация, но... Да, фотографии нету. Ничего, не готовится, что... Ну, будем проверять. Ну, из-за актуального, да, это, мы ожидаем три адресных проекта в следующем году. Вот, в Мариной Горке у нас получат пять уже готовых трасс, достраивается еще две. В Эмиратах четыре трассы, всего одну уже запустили, буквально вот неделю назад, то есть, там еще три в процессе строительства. Плюс, ну, периодически у нас выкладывается видео, как там все происходит, поэтому тоже, ну, с удовольствием наблюдаем, как все там строится. Вот. Ну, Олег, тогда давай, наверное, начинай свою тему. Презентация твоя загружена. Ее еще грузится, Леш. Так, ну, у меня уже она видна. Вот я тебя уже вижу. Ну, вот, здравствуйте всем. Вот, меня зовут Олег Тарасов. Я являюсь тоже инвестором в 2016-го года. Активно начал работать вот в 2020-го года, можно сказать, такое для меня. Устал ждать, да, и стал помогать. Вот это, наверное, главное решение. Значит, сегодняшняя наша тема с вами была заявлена как Tesla сравнение. Ну, я кратко повторю, что было в прошлый раз. Вот. И покажу, что, в общем-то, для многих, для меня в том числе, было открытием, что, оказывается, в начале 19-го века, в 1901 году, то есть это какой-то век получается, ну да, 19-е, да. Вот. В Соединенных Штатах уже было 38 именно автомобилей были электрическими, заметьте, 38%. 40 работали на паровых двигателях и лишь 22 на бензине, да. Вот. И, в общем-то, так, секундочку в эту сторону. И, в общем-то, действительно, женщины предпочитали электрокары. Вот, допустим, отмечается, что насчитывалось, где, в 1915 году, в Вашингтоне насчитывалось 1325, вот, столько же было в Детройте, в Чикаго и так далее. Там, в общем-то, было множество автомобилей. И, в общем-то, почему пришел конец электрокаров, тут две вещи. Первое, это то, что случилось, значит, что Ford все-таки сделал автомобиль, который был в три раза дешевле, чем электрокар, потому что по нынешним временам, значит, электрокар стоил 45 тысяч долларов, где-то 50, вот. Вот. А Ford сделал такую вот, назвал ее «Жестяная лидия», она стоила на наши деньги сейчас 15 тысяч. Вот. И второе, то, что заправки электрокаров в основном находились в больших городах, их было не очень много. А в связи с бумом в Америке, когда нашли, в общем-то, газ, стали строить вот эти вот заправочные станции и в сельских местностях, и по дорогам, поэтому вот это сыграло такую роль, именно, и обозначило крах электрокаров. Вот. Значит, что касается Tesla. Tesla очень интересно, эта компания развивалась, вот ее основатели, это Мартин Эберхард и Марк Тарпенинг, да. Как все началось, то есть в 97-м году они, значит, основали свою первую компанию, заработали на этой компании, вот, вывели продукт на первых мест, вот, печатное устройство, портативное устройство для чтения, Rocket, электронная книга, да, вот, и заработали на этом стартапе 187 миллионов долларов. Вот. Получилось далее, что Эберхард решил приобрести электрокар, потому что он, во-первых, не мог смириться с тем, что, значит, получается тема такая, что очень много, как он говорит, тратится бензина, засоряется, его тоже компаньон оказался приверженцем зеленой технологии, вот, и они, вот, он приобрел такую машину, называлась она T-Zero, но, кстати, она была, в общем-то, на старых аккумуляторах, еще на, которые, свинцовой кислотной батареи, вот, она была сама по себе очень легкой, 230 килограмм всего было, и скорость могла разгоняться до 480 км в час, но это, в общем-то, была такая машина, которая, в общем-то, страшно было на ней ездить, потому что она была совершенно, ну, небезопасна, вот, и когда Мартин Эберхард и, вот, Марк Тарпинг предложили компании, в общем-то, поменять аккумуляторы, разрабатывать что-то новое, в общем-то, хозяин, вот, Том Гейдж, он отказался, да, и тогда они решили создавать уже собственный автокар и назвали его Tesla Motors, компания была заявлена, вот, это в дань памяти изобретателя Николи Тесла, вот, и в течение всего 2003 года они дорабатывали свою идею и формировали коммерческое предложение. План у них был таков, чтобы разгонялся на, была не хуже, не хуже, значит, спортивного кара, то есть за 100 км в час разгонялся за 4 секунды, ноль выхлопных газов, как вы понимаете, да, в электрокаре, и отпускная цена тоже играла роль ниже половины стоимости самого дешевого электромобиля. Ну, в частности, вот, что касается опять Генри Форда, что, там тоже так же было сказано, что Генри Форд не изобрел автомобиль, он просто придумал, как сделать автомобиль коммерчески жизнеспособным, вот это вот ключевая фраза, поэтому, в принципе, сказать о том, что электрокары, это не потому, что, в общем-то, не выпускались, что они были там неинтересны, а они просто были очень дорогие, и, ну, мы далее это рассмотрим. Итак, начало 2004 года, вот, они, в общем-то, придумали, как они будут действовать, в каком ключе, в основу электрокара было решено использовать модель Элис, британского производителя гоночных машин от Lotus, и некоторые комплектующие Тесла заимствовали у Тизера, вот, и начали искать инвесторов. Вот, и вот здесь выходит нам наш план Илон Маск, которого, конечно, все знают, вот, и в чем же его заслуга? Значит, они просто были когда-то знакомы, познакомились на одном из форумов, вот, этот, в общем-то, могу сказать так, чтобы немного рассказывать про Илона Маска, можно про него почитать, но, в общем-то, он изобрел такую, то есть был соучредителем такой компании, как PayPal, вот, это перевод денег, да, и в 2002 году эта компания была продана eBay за полтора миллиарда долларов, и Маск заработал на этой сделке 180 миллионов долларов, и открыл компанию SpaceX, как вы знаете, вот это, значит, вывод, частный вывод ракет в космос, и даже сейчас НАСА тоже использует эту технологию Falcon, вот, но на тот момент именно вот уже была зарегистрирована компания SpaceX. А презентовали они ему, зная, что вот он, в общем-то, человек богатый, вот, интересующийся инновациями, вот, и они ему предложили, значит, войти, значит, то есть стать инвестором, и, в общем-то, до этого они собрали около миллиона долларов со всеми, скажем так, фондами, со всеми родственниками, знакомыми, а Илон Маск, когда послушал презентацию, он сказал, хорошо, я вложу 6,3 миллиона, 6 миллионов, больше 6 миллионов долларов, но при этом он запросил, значит, стать председателем Совета директоров. Вот, это был апрель 2004 года. Я просто, для тех людей, кто у нас сейчас присутствует, да, вы тоже делайте аналогию, потому что, если вот Анатолий Эдуардович начал, вот, тоже очень долго он все это придумал, разрабатывал, но именно, вот, скажем так, инвестиционный фонд, можно тоже сказать, что, вот, скажем так, официально, вот, было заявлено, вот, Skyway, это в 2014 году, то есть, на 10 лет, скажем так, позже, хотя до этого, конечно, были попытки найти инвесторов среди, скажем так, сильных мест всего. Вот, но самое интересное, это тоже для меня было откровением, значит, смотрите, конечно, я перечитал горы литературы, кто хочет разобраться более в таких тонкостях, они сами могут посмотреть, в общем-то, это можно только набрать и так далее, но для меня было откровение, потому что это уже с таким вот бизнесом, который в Америке, я сталкиваюсь с ним впервые, также это и Макдональдс относится, фильм, очень интересный фильм, называется «Основатель», поэтому могу порекомендовать посмотреть, вам будет интересно про данные, скажем так, направления, да, но что касается Тесла, так вот, смотрите, так как Маск, в общем-то, как я вот так вот анализирую, читая, разная была информация, то, что он лично говорит, то, что другие источники пишут, но, в общем-то, вот такая вот информация есть. Маск был возмущен своей ролью раннего инвестора Тесла, то есть его не воспринимали как основатель, как человек, который это придумал, потому что это было неправда, но его это очень сильно обижало, и, в общем-то, если так сказать кратко, он, в общем-то, старался руководить и вставлять свои, давайте так, не обижая, но свои пять копеек везде, где надо и не надо, и, в общем-то, сначала произошла размолвка его с Эберхардом, вот, и этот Эберхард, в общем-то, там, они долго судили, кстати, и так далее, но, в общем-то, они разошлись, и это случилось через три года, вот, 8 августа 2007 года Эберхард подал в отставку, да, вот, а в конце этого же 2007 года покинул и второй основатель Тарпининг, вот, не смирившись с нововведениями, и вот после этого Маск заработал такую славу жесткого, агрессивного, временами даже тиранического руководителя, но при этом очень эффективного управленца, да, вот, после этого тогда, когда Маск уже, вот, выжил, вот, вот, для меня это было действительно откровением, потому что кажется, вот, вроде такой смазливый человек, да, который, там, все для, скажем, для хорошего, все делает хорошие, и ракеты, и вот, электромобили, вот, на самом деле, вот, оказался таким, вот, скажем так, жестким руководителем, и так расправился именно с основателями, да, компании Тесла, вот, но, так, что-то у меня скачет так быстро, но я хочу сказать так, так как он не мог, в общем-то, не было таких больших инвестиций, потому что, а, ну, я вам хочу сказать еще, так как он, почему это все началось, потому что, в общем-то, вот это вот его, и были серьезные вопросы по каждому направлению, вот, от серийного, то есть, от проекта, проектирования, да, до приобретения деталей и так далее, это все время, в общем-то, был такой раздрай в этой вот верхушке, да, и это привело к срыву сроков первого выпуска авто, его дорожание с 85 тысяч, как было заявлено, ну, там разница, как называется, и 65 тысяч долларов за машину, да, и 85, ну, в общем-то, в результате цена взлетела до 200 тысяч за одну машину, естественно, что эта цена была неподъемная, вот, как я уже рассказывал, что в свое время электромобили, в общем-то, и не зашли на, то есть, ушли с рынка Америки в начале, вот, 19 века, поэтому я могу сказать, что вот такой вот был шок, поэтому действительно деньги никто не давал, но это было так, игрушка для, в общем-то, богатых людей, вот, и что делает Маск? Маск опять продолжает вкладывать именно свои деньги, я напомню вам, что у него было там 180 миллионов, вот, он что-то вложил, у него там еще один проект был по зеленым технологиям, вот, освещение домов, там, да, там, вот эти вот солнечные батареи, вот, и вот SpaceX, но он продолжает, значит, вкладывать, и вот опять вкладывает очередные, значит, свои доллары в бюджет и обращается к инвестфондам, в общем-то, где-то ситуацию удается стабилизировать, вот, видите, вот тут написано, вот он 6,3 вложил в 2004, потом он продолжает в 2007, 20 миллионов долларов, 2000, там, не закончился 2008 год, он еще 20 скидывает, и потом еще 20 скидывает, вот это вот, наконец, 2008 года, вот, но грянул, как вы помните, кризис 2008 года, значит, здесь, получается, он ударил по таким монстрам, даже гигантам, ну, если брать, значит, автомобильную промышленность, как General Motors и Chrysler, и впервые за 20 лет написано было, что когда там всегда было, вот, было там объявление на бирже все время, акции покупать, покупать General Motors, то впервые за 20 лет было написано продавать, продавать, то есть, нет, вот, и за 20 лет эти компании начали даже процедуру банкротства, было уволено множество людей, акции рухнули и так далее, и Маск понимал, что вот его интервью, которую брали у него, и вот я прочитал, вот я вам прочитал, что мы, мы были молодой компанией, продающей очень своеобразные спорткары за 100 тысяч, вот, они смогли к этой тени прийти уже, вот, его, благодаря его руководству, вот, и, конечно, нам нельзя было никак получить негативный отзыв. И популярная программа BBC, Top Gear, вот, высокая, высшая передача, или там, высокая передача, можно так перевести, да, провела тест-драйв в декабре 2008 года, и, действительно, фильм начинался так, ой, этот автомобиль действительно создан, чтобы быть великолепным, вот, и затем, в конце этого, вместо заявленных 200 миль, который должен был проехать где-то 321 километр, вот, вдруг он выдыхает на 55-й миле, ну, то есть, в Америке там все в милях, 88-й километр был. А если он разрядился, заключал, а если он разрядился, заключал, вот, значит, корреспондент, который сидел непосредственно за рулем, то зарядить его очень долгой задачей. Вот показывали в кино, как они вот это вот, значит, Тесла загоняют уже в четвером, вот, вот, гараж, и это все было, скажем так, грустно, печально, и, хотя это было подстроено, Маск не смог это доказать в суде. Ну, вот, сдохла батарея, и сдохла все, и вот, куда хочешь, туда и... Вот, я это к чему говорю, что мы сейчас вот говорим Тесла, 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 вот, и у меня на ум приходит, сколько я тоже сопереживал, когда писали про Скайвей, что это то, 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 пятое, то, десятое, действительно, вот, при этом даже среди моих знакомых сколько людей, которые прочитали множество статей в различных журналах, посмотрели множество фильмов, различные видеопередачи, там, да, даже на НТВ, вот это вот, который я люблю, чудо техники, там было два репортажа, в общем-то, и все равно, как только появляется на каком-то там онлайнере статья, допустим, и вот эта статья уже мусолится, мусолится, поэтому для меня тоже было очень интересно то, что, скажем так, Маск, вот, это одна из таких статей, которые, то есть, один из таких вот репортажей, который, действительно, сказал, что это все, в общем-то, не стоит сюда вкладываться. Дальше, значит, после того, как случилось вот это вот, значит, неприятности, там, опять Маск вкладывает, значит, деньги, и вот он в 2010 году, вот вам IPO, да, то есть мы, вот, тоже у нас долгожданные вопросы, всегда от наших, в общем-то, всех любимых, значит, инвесторов, когда же будет долгожданное IPO. И вот в июне 2010 года, несмотря на то, что единожды там, в общем-то, не было толком прибыль, только один раз компания показала прибыль по итогам года, как говорится в репортаже, да, вот в 2010 году Маск начинает привлекать публичный капитал через IPO, и вот на графике, чтобы, ну, как бы там, вот там тоже было выпущено именно на акции компании, стоили тоже по одному доллару, чтобы вы понимали, вот, и смотрите, как интересно, опять-таки воротило у Уолл-стрит, да, они говорили о чем? Акции компании Tesla, это наименее перспективные в плане роста. Вы не хотите покупать акции Tesla, не хотите брать ее в лизинг, да мы даже вам не рекомендуем арендовать ее, то есть, понимаете, вот насколько были, какие были отзывы именно у этих воротил, скажем так, биржи, да. Однако интересом возник к IPO, потому что не было ничего подобного, стоя со времен Генри Форда, когда он выставил свои акции на биржу. И инвесторы проигнорировали этих скептиков и вложили в Tesla, и привлекла Tesla на тот момент 226 миллионов долларов при своем первичном публичном размещении. Это была победа, осознание, что все страдания были не зря. Вот, я пока опускаю, сколько сейчас стоит, мы можем к этому графику вернуться, вот, но даже если у нас не очень много людей, можно запомнить, да, то вот разные были цифры, но больше уже 600 и так далее, даже я знаю, был в одном момент, прыгнул там до 1500, вот это вот, смотрите, с 2010 года, но вот 2020 год, вот это те люди, которые спрашивают, когда же будет IPO, за сколько можно продать акции, то есть даже те люди, которые вложили 250 долларов, они могут оказаться в огромном плюсе, и, конечно же, я буду очень рад, если, скажем так, люди увидят мою презентацию и осознают, что действительно это, в общем-то, не такое далекое будущее, если даже взять там 5 лет там или там 10 лет, но это уже по максимуму, скажем так, ну, конечно, 600 долларов, это вообще, скажем так, замечательная сумма за одну акцию и так далее, вот, ну, тем более начинала она с одного доллара, вы знаете, что мы сейчас можем приобрести даже за один цент, ну, вот, скажем так, вот такие вот вещи. Далее, в общем-то, несмотря на то, что привлекла, она эти деньги заработала, вы знаете, вот уже, в общем-то, вот внизу у меня было написано, что в Tesla на данный момент было вложено 300 миллионов долларов с 2003 года, вот в общей сложности там деньги Tesla, другие венчурные фонды, сейчас выход на биржу, но все равно дела с Tesla по-прежнему были плачевные, вот, и тогда Маска, вот у него оставалось последние 40 миллионов долларов, он их решает, действительно, для него была очень сложная задача, это были последние, скажем так, 40 миллионов долларов, да, так вот смешно звучит, которые были у него заработавшие с Плпай, с Плпай, да, Плпай, вот, Плпай, да, правильно, вот, и в этот момент он все-таки решает, чтобы не позволить, не умеете этой вот компании Tesla, которая практически его уже стала, да, он предлагает, вот, вкладывает эти 40 миллионов долларов, до этого могу сказать, что там еще были у него судно и дела там с одним из дизайнеров, который, в общем-то, на самом деле работал как бы на него, с другой стороны могу сказать, что он воровал идеи, там такая компания, потом он создал карму, вот этот вот дизайнер, но сейчас не об этом, он, в общем-то, спас компанию на тот момент, но, правда, они еще за это время успели поработать тоже, чтобы как-то вот выйти из ситуации, они еще обратились за даймблер в Мерседес и предложили свои батареи, и там тоже очень интересная такая статья, когда они за 4 недели должны были полностью разобрать этот смарт, притом смарт он продавался только в Германии, то есть в Америке не было, им пришлось даже за этим смартом ехать в Мексику, брать этот, покупать там у кого-то, то есть это или там новый автомобиль, в общем, гнать его с Мексики в Америку и за 4 недели полностью разбирать, полностью там встраивать эти батареи, встраивать этот, значит, скажем так, двигатель совершенно новый, но через какое-то время, в общем-то, приехали, тоже как вот Юницкому сказали в Эмиратах, ты не расскажи, а покажи, и, в общем-то, когда они приехали, вот этот вот специалист, и они... они посмотрели, что действительно смарт, он может быть электромобилем, и, в общем-то, потом, когда уже это, в общем-то, вложил, и Илон Маск через какое-то время, Мерседес тоже сказал, что да, нам нравится эта идея, и мы вам тоже сначала дали 40 миллионов долларов, потом еще добавили 50 миллионов долларов, в общей сложности 90 миллионов долларов, и вот тем самым тоже поддержали, скажем так, Илона Маска, но и этих денег оказалось немало, это я к чему клоняю, что вот сейчас, когда уже будет там, Анатолий Эдуардович, там мы поедем, когда, когда, ну давайте вот, видите, какие деньги вложения требуют вот эти компании, при том, что это просто та же машина, четыре колеса, и просто на батарее, там на то, а у Анатолия Эдуардовича это вообще целая индустрия, поэтому тут надо действительно инвестирование очень хорошее. Так вот, значит, что получилось? Илон Маск обращается в проекцию США по программе транспорта на альтернативной энергии. И вот у меня тут фраза написана, вы выбираете только лузер. На президентских дебатах с Обамой был такой Мит Роунин, насколько я понял правильно из произношения английского, что вот он тоже баллотировался. Он заявил именно Обаме, что вы выбираете не просто там, то есть инвестируете в зеленую энергию, выбирая не только победителей лузеров, на самом деле вы выбираете только лузеров, и в том числе звучала компания Тесла, да, то есть вот вообще от таких вот лиц, Обама, вы помните, демократ, этот вот Роунин был представитель республиканцев, ну вот такие вещи были заявлены. Но правительство Обамы, в общем-то, выделило на тот момент займ в размере 465 миллионов долларов. Вот, то есть вот такое было выделено, такая сумма, и я вам хочу сказать, что эта сумма была действительно большим прорывом, и я вам хочу сказать, что Илон Маск отдал на 9 лет раньше эту сумму, притом 20 миллионов долларов еще выплатил по процентам. То есть поэтому было оправданно, но до этого еще было далеко. Но в 2013 году наконец-то они выпускают Model S, это одна из лучших машин, которая была уже представлена на рынок, и по итогам 2013 года такой модный журнал, как, значит, Motor Trend, он дает Model S имя машина, автомобиль года, да, попадает. В общем-то опять радость была такая громкая, но несколькими месяцами спустя, опять-таки, New York Times, кстати, он тоже, статьи были именно в New York Times, все время негативные, про Тесла, да, вот, выпускает разгромный обзор на Model S. И вот вы видите эту картинку, там тоже сообщалось, что батарея полностью умерла по дороге из Вашингтона в Бостон, то есть тоже была такая дорога, и в статье говорили, что эвакуатор это единственный способ движения на электрокаре. И Маск опять, опять стал судиться, стал, вот там, не стал молчать. В общем-то через какое-то время, через некоторые в газете сообщили, там уже так, что да, репортаж был не совсем точен, но поймите, что, конечно, негатив был колоссальнейший, когда тебя ругают с политической аренды, когда New York Times тебя пишет, такие вот статьи, поэтому я сейчас успокоился уже в плане того, что когда пишут какие-то там онлайнеры или так далее, вот, какие-то статейки, в общем-то я сейчас уже к этому отношусь спокойно, и ничего и вам советую, надо нам двигаться дальше, и мы знаем, что мы идем, в общем-то, в правильном направлении. Ну вот я сейчас назвал именно поехали статью, то есть это такой подзаголовок, да, вот, со временем маску удается приблизить реальность к миссии, заявленной Tesla, то есть стоимость снижается, и вот эта вот модель S была, потом вот достала модель, Tesla модель 3, которая цена не превысила 35 тысяч евро, вот, и за первую неделю продаж машину, вот, зарезервировали 325 тысяч человек. 16 ноября 2017 году была презентация уже электрогрузовиков, которых вы видите вот сейчас на картинке, да, а в марте 2019 года первый внедорожник, шестой по счету модели, модуль тут Y или там Y, смотря на каком языке, да, вот, запасом хода без подзарядки в 370 километров и до 100 километров в час разгоняется за 5,9 секунды. Максимальная скорость 193, цена 39 тысяч долларов в базовом исполнении. Вот, но, что могу сказать дальше, да, дальше могу сказать, что в целом 2019 год капитализация Tesla достигла отметки 50 миллиардов долларов, да, многие эксперты называют это мыльным пузырем, который вот-вот лопнет, но за время существования компания ни разу не завершила год с чистой прибыли. И вот данные я нашел убыток в 2018 году превысил 970 миллионов. То есть за счет манипулирования, что у него есть там, ну, скажем, SpaceX ему подписал, когда с ним НАСА, он получил за это, то есть не он получил, а компания его параллельно SpaceX получила 1,6 миллиарда долларов. Поэтому он вот балансирует на вот этом, что яйца не в одной корзине у него, а в нескольких. Вот. Поэтому он тут я могу о чем сказать, Анатолия Эдуардовича Венисского тоже вы знаете из кучи проектов, да, это линейные города с этими эко-домами, да, это дороги, с которой будут сто лет, которые дают гарантии, то есть не надо латать и так далее. Это различные варианты подвижного транспорта, вот, грузового до самого легкого, есть и большие, и маленькие, в общем-то. Поэтому здесь развязки вот эти и так далее. совершенно там различные возможности, которые заполняют все. Вот. Поэтому здесь вот, несмотря на то, что Маск балансирует, в общем-то, вы видите, особо здесь вот нету так называемые огромные там уже прибыли. Поэтому, кроме того, Илон Маск прославился неосторожными, сомнительными, часто противоречируемыми высказываниями в Твиттере, в соцсетях и не раз был увлечен в даче неизбыточных обещаний о наращивании выпуска автополучения прибыли, выкупе акций Тесла, чтобы стать находящейся в свободном обращении, чтобы стать полностью такой частной компанией. Вот. И американская комиссия по ценным бумагам обвинила в этом бизнесменов мошенничество и попытки поднять курс акций. После судебных разбирательств в сентябре 2018 года Маск был отстранен от должности председателя совета директоров и заплатил штраф в размере 20 миллионов долларов. Был вынужден согласиться согласовывать в будущем свои посты в соцсетях. То есть вот такая непротиворечивая фигура, да, поэтому тут опять-таки как говорится есть такое выражение главное, чтобы про вас не молчали. Плохо, хорошо, но чтобы вы были на виду. Но на этом я свою программу не заканчиваю, потому что я хочу сказать, что вы должны понимать, что на самом деле электромобилей много. Я вот тут тоже привожу только несколько марок, но вы увидите на первом месте по итогам 2019 года Рено именно больше всего выпускает электромобили, а не Тесла. Ну там Тесла Model 3 это самые популярные машины, то есть Рено в этом было не лучше. Дальше BMW есть, есть различные в общем корейские, есть китайские машины и вот их очень много на самом деле, и тут количество штук зависит, то есть идет в этом плане направление. И вот эти топ-10 стран тоже привожу по количеству проданных электрокаров за 2019 год, вот ША видите 363, то есть потом Китай на втором месте, Япония, Норвегия, Нидерланды, Франция, Великобритания, Германия, Канада, Швеция. Кстати, в этой статье сказано, что когда уже весь мир переходит на зеленую электроэнергию, на зеленую энергию, то пока еще Россия все-таки продолжает качать нефть, в общем-то, и там смех был, давайте построим еще Северный поток-3 и так далее, в общем-то, но я хочу сказать, что очень много статей, которые говорят о том, что уже действительно к 35-му году очень многие, ну вот это я сейчас и буду говорить, во всем мире идет активная разработка экологически чистых источников электроэнергии, развития электротранспорта, ребят, мы в каком с вами вообще находимся в шикарном месте, в шикарное время, Великобритания заявила о запрете продаж новых бензиновых и дизельных автомобилей с 2030-го года, то есть через 10 лет вообще будет запрещена продажа, да, вот, а с 35-го вообще продажа гибридов, дальше, Канада там, да, заявила о запрете с 2035-го года, Калифорния приводится, ну там, Америка еще будет ниже, 40 миллионов человек проживает, 12% населения запретил продажу новых автомобилей с 35-го года, Китай рассматривает предложение о том, чтобы в 2035-м году 50% всех продаваемых автомобилей должны быть электромобилями, в сентябре в Европе впервые было продано больше электромашин, чем дизельных, вот, Южная Корея к 2025-му году автомобили и авто на водороде должны составлять 5,5%, вот, построено 45 тысяч станций быстрой электрозарядки и в электрификации транспорта вложат 17 миллиардов долларов, США должны быть мировым лидером в электромобилостроении, 500 тысяч электрозаправок будут построены за счет госбюджета, госдотации автоконцернам за отказ от двигателей внутреннего сгорания, вторую железнодорожную революцию, которая будет, обещают, меньше станет перевозок автотранспортом, который в шаг переводит на данный момент 80% всех грузов, резкое ужесточение экологических норм для автомобилей. Германия возобновляемые источники энергии в первом полугодии 2020 года дало 55% всей электроэнергии, Великобритании этот показатель 45%, в Испании этот показатель 44%. Вот такие вот идут тенденции, поэтому наше будущее не за горами, да, кроме того, Алексей правильно показал вот эту карту, которая действительно огромная карта, если, скажем так, тенденция бизнеса идет к тому, чтобы удешевление было, чтобы это была скорость, чтобы это была безопасность, поэтому, кроме того, вот такие замечательные города, которые будут построены, да, поэтому, в общем-то, я думаю, что здесь действительно, я думаю, не то, что не за горами, в общем-то, это все сейчас все в наших руках, поэтому, дорогие мои участники нынешнего вебинара, задавайте вопросы, и была ли вам полезна эта информация, вот, Виктор, может быть, что-то задаст вопрос, да, вот, Алексей, тоже тебя жду вопрос и так далее, да, вот, и я, для меня это подготовка к этой вебинару тоже оказалась, оказала очень сильную такую мотивацию, то, что нам нужно не сидеть и ждать, а нам нужно действовать, поэтому строим Skyway, да, строим эко-дома, развиваем экологический транспорт, и действительно, мы находимся во главе данного тренда. Да, спасибо, Олег, спасибо, очень познавательно, увлекательно, вот, оказывается, да, чтобы получить какой-то успех, действительно, нужно пройти, ну, то есть, успех не всегда, он такой быстрый и легкий, то есть, к нему нужно прийти, это как, какой-то, как, зайти на гору, вот, сквозь всевозможные и оскорбления, и даже от чиновников, ну, там, как вот тут был приведен пример от уровня президента, и статьи грязные в желтой прессе, вот, но в итоге, было, как показывает, тот, кто наиболее упрямый, да, ну, или настойчивый, вот, настойчивость приводит, дает свои плоды, вот, ну, я так понимаю, что Тесла, она вышла к тем результатам где-то за 17 лет, то есть, начиная с 2002 или 2003 года, какого-то, Олег, они тортовали, то есть, да, было заявлено, вот, они придумали, и, да, 17 лет, ну, конечно, я говорю, много было перипетий, много было у них неточностей, потому что, в принципе, понимаете, Тесла, если подключился в 2004 году, да, то Анатолий Эдуардович Юницкий начал эту разработку в каком, Лешевом году? В 1977? В 1977? Вот, если так уже, ну, начиналось все немножко, не самого транспорта, с космической программы, да, но, в общем, так что, я думаю, если Тесла, вот, если Илону Маску пришлось там вникать, бегон, бегон, да, у него есть, скажем так, опыт, конечно, был до этого, какой-то, но, в принципе, вот то, что он начал делать, и, согласитесь, что поставить электромобиль, то есть, четыре колеса, они никуда не делись, и корпусы, там, да, дизайн и так далее, но там главная проблема, это вот именно батарея, батарея, которая должна, то здесь Анатолий Эдуардович, конечно, мне кажется, ну, сравнение даже... Ну, я бы, наверное, отсчет все-таки вел бы не с 1977 года, а вел бы отсчет 2014 года, потому как в 2014 году, как раз-таки, началась конкретная уже реализация, вот именно технологии в том виде, в котором она сейчас появилась, то есть, это не тот ЗИЛ, который ездил тестовый в озерах, но это, как бы, можно сказать, просто испытание, вот, а коммерческий продукт, он начал свое начало в 2014 году, поэтому, в принципе, у нас прошло еще 6 лет, 6,5, вот, ну, где-то в конце 13-го, начало 14-го, поэтому, ну, вот, все еще впереди. Ну, можно и так сказать, ну, это, Леш, это твой такой, я бы, конечно, более оптиметический был, в 17 лет бы я уже там не отсчитывал, вот, но пусть это тоже будет, скажем так, как точка, если так, если брать сравнение, хотя я говорю, что тут очень тяжело приводить сравнение, вот, они совершенно разные, разный подход, разные вообще, мне кажется, разные вообще концепции, мне кажется, мы гораздо быстрее идем, вот, я бы сказал. хорошо, ну, если вопросов у нас, наших гостей нет, вот, тогда, в принципе, благодарю, Олег, за презентацию, я думаю, что эту презентацию мы еще где-нибудь послушаем, может быть, ну, мы можем ее, да, мы можем ее... на каком-нибудь, может быть, живом мероприятии, когда мы соберемся где-нибудь уже после карантина, вот, или на очередном из вебинаров, вот, ну, в принципе, у нас, что у нас, если подводить итоги, у нас до Нового года осталось две недели, мы встречаемся в следующую среду еще разочек в этом году, тоже в это же время в 20.00, и в это воскресенье у нас, кстати говоря, в 13.00 будет новогодний такой праздник, вот, где весь Skyway Capital будет собираться с директорским составом, будут вручать какие-то подарки, будут какие-то номинации, вот, поэтому, именно по всему миру, вот, вся команда, кто там, кто-то в Испании, кто-то в Беларуси, кто-то в России, кто-то там в Казахстане, все лидеры со всех стран будут собираться в одном месте, будут друг друга собирать, вот, это будет у нас 20.00 декабря, воскресенье, такая вот итоговая годовая встреча, вот, поэтому тоже всех приглашаю туда принять участие, наш вебинар традиционно по средам в 20.00, также есть сейчас еще новый пакет инвестиционный в кабинете, тоже интересное предложение с хорошим дисконтом, поэтому, ну, вот, примерно так, то есть, итоги, следующее мероприятие, пакеты, вот, в чате информацию мы выкладываем, ну, какие-то вопросы есть, мы всегда на связи, вот, не только по средам, поэтому, еще раз благодарю, Олег, за участие, ну, и, наверное, тогда я оставлю финальный ролик, вот, и до новых встреч. Спасибо. До свидания. К 2050 году в мире удвоится число автомобилей, два раза больше пробок, два раза больше выбросов в атмосферу, два раза меньше природных ландшафтов. Еще никому не удавалось создать транспорт, способный решить эти проблемы, пока свой проект не предложил Skyway. Инновационный транспорт, который движется над землей по высокопрочным струнным рельсам. Стальные тросы внутри рельсов способны сделать эстакаду Skyway до трех раз прочнее обычных мостов. Прочная эстакада делает движение плавным и безопасным. Строительство почти не требует места на Земле. Опоры струнного транспорта можно возвести в любой точке планеты от жаркой пустыни до вечной мерзлоты. Электродвигатель Skyway позволит сделать атмосферу чище. Чтобы обеспечить лучшее качество транспорта на производстве Skyway используют одни из самых современных технологий. Цифровая платформа 3D Experience и американское оборудование ХААС, которые применяют при строительстве самолетов и космических ракет. Создатель технологии инженер Анатолий Юницкий разрабатывал проект Skyway более 40 лет. Он написал десятки научных работ, получил два гранта ООН и в 2016 году запустил производство струнного транспорта. С тех пор Skyway представлен на 19 международных выставках от Берлина до Сингапура. Достижения проекта обсуждают мировые СМИ от CNN до TV Tokyo. Новые разработки Skyway каждый год демонстрируются в центре испытаний Экотехнопарк. Пять типов трасс, 11 видов струнного транспорта и тысячи пассажиров в одном месте. Сегодня проект готовится к выходу на мировой рынок. В Объединенных Арабских Эмиратах реализуется один из самых амбициозных проектов. Инновационный центр Skyway Шаржи, трассы, лабораторий и инфраструктуры линейного города. Центр Skyway станет отправной точкой развития проекта на Ближнем Востоке. Благодаря краудфандингу в проект инвестировали сотни тысяч людей, для которых Skyway это больше, чем транспорт. Это безопасное будущее, реальные достижения и глобальные идеи. Вы тоже можете внести свой вклад в развитие перспективного и безопасного транспорта. Мы можем сделать мир лучше вместе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok